Время новостей на Первом Карагандинском. В студии работает Ирина Камышова. Здравствуйте. Коротко о главном. Насколько безопасно работать на промышленных предприятиях региона, узнавали корреспонденты Первого Карагандинского. Сегодня в Караганде простились командирам экипажа военного самолета МиГ-31. В регионе поэтапно внедряют антикоррупционный проект АйКын. Казахмы за безопасный труд. Модернизация рабочих мест, тренинги и семинары по технике безопасности. Все это проект ОМЭР, который уже второй год внедряется на предприятиях корпорации. В преддверии Всемирного дня охраны труда наши корреспонденты рассказывают, насколько безопасно работать на промышленных предприятиях региона. Специальный репортаж с обогатительной фабрики Нурказган. Это сердце цеха тонкого дробления обогатительной фабрики Нурказган. Здесь добытую руду подготавливают к дальнейшему обогащению. В прошлом году операторскую обустроили в рамках проекта ОМЭР, направленного на улучшение культуры безопасности на производстве. Аптечка, диспенсер с водой, обновленное рабочее место. Здесь созданы все условия для комфортного, а главное – безопасного труда. Проект ОМЭР внедряется на производство корпорации «Казахмы» с марта прошлого года. Для этого была создана проектная команда. Здесь их называют консультанты и внутренние тренеры. Трудиться безопасно для здоровья рабочих обучают с помощью современных технологий – интерактивной доски, презентации и наглядный агитационный материал. При поступлении на работу, особенно входим по маршруту передвижения, и сидя по полной одеваем очки, берущие все в полной порядке. И вот, прежде чем куда-то приступать, какую-то работу делать, сначала подумаем, насколько она безопасна, после этого только приступаем. А в этом цехе получают конечный продукт – медный концентрат. Отсюда его отправляют на Болгарский медиаплавильный завод. Контроль технологического оборудования и всех происходящих процессов лежит на плечах оператора Гульнар Мукашевой. Центральный пункт управления не так давно модернизировали в рамках все той же программы. Налазили вентиляцию, полностью изолировали провода, заменили сантехнику, провели косметический ремонт помещения. У нас мини-столовая, можно сказать, для работников сделан купленный холодильник, микроволновая печь, диспансер, холодная, горячая вода. Здесь, как бы, не выходя с операторской, оператор может и питаться, и туалет. Все условия для безопасной работы и производительной работы. Ну, конечно, нам стало очень комфортно работать после этого. Мы довольны, что проекту не дается на нашей фабрике. Другими словами, ОМЭР – это улучшение культуры безопасности на производстве, обеспечение оптимальных условий труда на каждом рабочем месте, достижение быстрых побед и поэтапное внедрение корпоративных стандартов. Чем безопаснее работаем, тем больше у нас производительность. Вообще, проект ОМЭР, с момента внедрения проекта ОМЭР, у нас много чего изменилось. Сейчас уже сама культура производства у работников поднялась по сравнению с прошлым годом. Уже не так стали относиться к работе. Уже безопасные места они уже не лезут. В соответствии с требованиями безопасности они выполняют все требования рабочего места. К слову, Нурказганская обогатительная фабрика работает с 2008 года. Здесь трудится порядка 500 человек. В основном это специалисты из Караганды, Жизказгана, Садпаева и Балхаша. Производственная мощность солидная – более 3 миллионов тонн руды в год. Фабрика является одним из лидеров реализации проекта ОМЭР. Сегодня здесь наращиваются темпы производства во многом благодаря созданию благоприятных условий труда для рабочих. Ирина Камышова, Ужас Габасов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Надежда на жизнь. При поддержке карагандинского филиала партии «Нуратан» во Дворце культуры Горняков прошел благотворительный концерт солистки ансамбля «Арай» концертного объединения Кали-Байжанова «Мируеш-Башай». Средства, собранные с продажи билетов, пошли на оказание помощи детям, страдающим онкологическими заболеваниями. «Нуратан» участвует в организации уже третьего благотворительного концерта. Деньги, собранные на двух предыдущих, были отданы на лечение многих больных. Недавно прошел концерт, да, благотворительный концерт, поддержали наши артисты Карагандинской области. Значит, там они собрали до 4 тысяч долларов. Все средства эти, опять же, перечислены на лечение за рубежом и на лечение у нас онкологическим больным. По словам Кадиши Аспановой, все собранные деньги будут в обязательном порядке переданы больным детям. Данное мероприятие – это творческий концерт, благотворительный. Все средства, которые будут получены с этого концерта, они будут направлены больным детям. Это лейкоз, онкологические заболевания. Карагандинцы отреагировали на это мероприятие сразу. Долго уговаривать не пришлось. Билеты были раскуплены буквально за несколько дней. Амина Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, 1-й Карагандинский. Прервемся на короткую рекламу, она пройдет быстро, не переключайтесь. Молочная фабрика «Натиже» представляет Новый продукт – ацидофилин Бактерии «Акцидофилус» выводят шлаки, токсины, очень устойчивы к действию антибиотиков, восстанавливают и укрепляют иммунитет. Японские медики называют ацидофилин страховкой от рака желудка. «Натиже» с заботой о вашем здоровье. Сегодня в Караганде простились командирам экипажа военного самолета МиГ-31 Марата Медигеева. Панихида прошла в войсковой части 50-185. Проводить полковника в последний путь прибыли глава региона, первый заместитель министра обороны страны, ветераны вооруженных сил, близкие друзья и родные погибшего. Церемониальным шагом возле гроба покойного прошли представители всех войск, правоохранительных органов и ЧАЭС, базирующихся на территории Карагандинской области. Тело героя в сопровождении ружейного залпа было погружено в самолет, который совершил круг почета над аэродромом, а затем вылетел на его родину в Кастанайскую область. Марата Медигеева всегда отличал высокий профессионализм, компетентность и ответственность. Именно благодаря этим качествам он в критической ситуации до последнего момента пытался спасти самолет. А когда это не удалось, совершил героический поступок и отвел падающий самолет от населенного пункта. Тем самым ценой своей жизни спас жизни многих людей. Его подвиг не будет забыт. Между тем, семья погибшего получила миллион тенге. Материальную помощь оказал Аким Карагандинской области Баужан Абдишев. Еще пять годовых зарплат семьей Дигеева пообещала выплатить Министерство обороны. В Карагандинской области поэтапно внедряют антикоррупционный проект АйКын. Теперь любой казахстанец, подавший жалобу в надзорный орган, сможет лично проконтролировать ход ее рассмотрения. Об этом сегодня рассказали сотрудники Комитета по правовой статистике и специальному учету. Подробности у Нурилы Туржан. Суть проекта в том, что любой гражданин страны в режиме онлайн сможет отслеживать порядок рассмотрения поданных им обращений. Таким образом, в режиме реального времени осуществляется социальный контроль за деятельностью госорганов. Это ноу-хау для Карагандинской области. Как отмечают сотрудники надзорного органа, этот проект позволит снизить число проигнорированных жалоб. Данный проект предусматривает прозрачность рассмотрения обращений государственными органами. При обращении непосредственно заявителя в госорган сотрудникам канцелярии, принявшей обращение, выдается талон с присвоением уникального номера. Уникальный номер, он 18-значный. С помощью талона с индивидуальным номером заявитель может получить информацию о ходе рассмотрения дела тремя способами. Через интернет-ресурсы, посредством смс-сообщений и с помощью стационарного телефона. На сегодняшний день проект Айхэн внедрен в аппарате Акима области во всех его структурных подразделениях. А к 2014 году к этой системе будут подключены государственные органы районного уровня. Мирла Туржан, Олеген Рашидов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. К другим новостям. Единственному в Караганде гемодиализному центру на днях исполнился год. Сотни больных, страдающих хроническими заболеваниями почек, а именно те, кому необходим метод гемодиализа, другими словами, внепочечное очищение крови, могут получить лечение именно здесь. Процедура гемодиализа сводится к тому, что к организму человека на время подключают искусственную почку, которая производит фильтрацию и очищение крови. Центр был открыт при поддержке Управления здравоохранения Карагандинской области по программе развития диализной службы в Казахстане в рамках государственно-частного партнерства. Диализное отделение оснащено аппаратами Гамбра и Нови, нового поколения, аппаратами искусственной почки и производством Швеции, четырехступенчатой системой очистки воды. В отделении работают высококвалифицированные специалисты своего дела. Центр состоит из двух гемодиализных залов, оснащенных современным медицинским оборудованием. Здесь созданы максимально комфортные условия для больных. К слову, на момент открытия центра здесь было всего 7 пациентов. Сегодня их количество приближается к 40. Доступно о доступном жилье. 27 апреля в 11 часов утра в Большом зале городского Акимата состоится презентация программы «Доступное жилье-2020». К участию приглашают граждан, состоящих в очереди на получение жилья. В конце учебного года, пока студенты заняты тем, что хвосты подтягивают, колледж «Булашак» успевает и экзамены сдавать, и песни петь. В театре Министаниславского колледж «Булашак» провел концерт. В нем участвовали сами студенты, выпускники и преподаватели. Подобные мероприятия организовывают уже второй год, поскольку колледж имеет творческие кружки. Здесь и вокал, и танцы, и игра на инструментах. В конце года участники секции делают своеобразный отчет в виде таких творческих мероприятий. К слову, они не ограничиваются только выступлениями в Караганде. В прошлом году студенты со своей программой ездили в Ялту, где стали лауреатами. Сегодня в нашем колледже очень яркое событие. Мы собрались в этом замечательном театре для того, чтобы провести второй фестиваль творческой молодежи «Звезды Булашака». Это стала определенной традицией в нашем колледже – проводить такие фестивали, потому что в нашем колледже создаются определенные хорошие условия для развития особо активных, талантливых ребят, которые могут себя показать. Ученики школы-гимназии имени Нурмакова гордятся тем, что их школа названа в честь известного общественного деятеля. К 118-летию прославленного политика состоялся праздничный концерт, организованный колледжем искусств имени Татимбета. На торжественном событии присутствовали учащиеся и учителя казахско-турецкого лицея, а также самой школы-гимназии. Подробнее в следующем материале. Школа-гимназии имени Нурмакова функционирует уже на протяжении 78 лет. В школе для одаренных детей получает образование около 500 детей со всей области. По словам учащихся, в учебном заведении созданы все условия для плодотворной творческой деятельности. Дети, которые к нам приходят, они не просто талантливые, они разносторонние дети. Они не только умеют танцевать, петь, они знают какие-то особенные языки. У нас обучаются на трехязыковой системе. День рождения политического деятеля Нурмакова в школе отмечают ежегодно. В ходе торжественного концерта зрителям был показан документальный фильм о жизни и деятельности известного политика. Также в мероприятии приняли участие артисты колледжа искусств имени Татимбета. Я учусь в этой школе уже три года. Эта школа очень великая школа, так как названа в честь такого великого человека. Такой человек, как Нурмаков, появляется только раз в одном веке. Поэтому в нашей школе проводятся такие мероприятия каждый год для этого человека. Этим человеком мы очень гордимся. И я горжусь тем, что учусь в такой школе. Будущие карагандинские медики представили научные проекты. Развитие интеллектуально-творческого потенциала личности «Путь к Экспо-2017». Под таким названием состоялась научная конференция, участие в которой приняли студенты медицинского колледжа. Подобные научные мероприятия формируют профессиональные навыки у молодежи и пробуждают интерес к научной деятельности, считают организаторы. Подробнее у Аиды Ибраева. Научные конференции, направленные на развитие интеллектуальных и творческих способностей, приняли участие будущие медицинские работники нашего города, студентцами медицинского колледжа. Здесь было представлено 18 проектов по трем направлениям. Социально-экономические дисциплины, естественно-научные направления и медико-клинические дисциплины. Тематика моего проекта является загрязнение почвы города Караганды. На этом моя работа заключается в том, чтобы выявить свойства наличия в почве тяжелых металлов, а также техногенных металлов. Как считают организаторы, подобные конференции помогут развить профессиональные навыки учащихся. К тому же участие в них поможет привить интерес к научной деятельности. В целом, это исследовательская кружковая работа, это чтобы они, мы приучаем навыкам исследовательской работы. И, конечно, кто захочет, она ей больше. Дальше будет, там нетрудно будет заниматься и наукой. Айда Ибраева, Боржан Алипов, Марат Култенов, Первый, Карагандинский. Альфа-Банк Казахстана все шире осваивает Карагандинскую область. Состоялась официальная церемония открытия филиала банка в Караганде. С открытием нового офиса Альфа-Банк поздравили клиенты и партнеры. Интенсивно развивающаяся Карагандинская область прочно входит в сферу деловых и стратегических интересов Альфа-Банка. Это первый российский банк в Казахстане. Он начал работать с 1994 года, а с 1999 представляет свои услуги и в нашей области. С открытием нового офиса в Караганде начинается новая страница истории филиала. Офис оснащен необходимым банковским оборудованием, удобными кассами и депозитарием с сейфовыми ячейками. Отделение выполнено в деловом корпоративном стиле Альфа-Банка. Комфорт и лаконичность дизайна нового филиала создает приятную деловую атмосферу клиентам. Альфа-Банк Казахстан является дочерним банком российского ОАО «Альфа-Банк» и входит в международную банковскую группу «Альфа-Банк», представленную в России, Украине, Белоруссии и Нидерландах. Альфа-Банк имеет безупречную деловую репутацию. Альфа-Банк Казахстан специализировался на корпоративных клиентах. Сейчас мы очень активно идем в розницу. Малый бизнес, средний бизнес, массовый сегмент клиентов. Но и не забываем наших корпоративных клиентов и крупных корпоративных. То есть, в принципе, нам хватает ресурсов двигаться по всем направлениям. За 2012 год активы акционерного общества «Альфа-Банк Казахстан» выросли на 32%. Собственный капитал достиг 22,2 миллиарда тенге. По состоянию на 1 января 2013 года судный портфель банка вырос на 72%. В структуре пассивов «Альфа-Банка» средства клиентов выросли на 38%. Банк намерен расширять клиентскую базу за счет мобильности и справедливой тарифной политики. Караганинский филиал акционерного общества «Альфа-Банк Казахстан» широко распахнул свои двери для всех заинтересованных лиц, как физических, так и юридических. Новый офис удобно расположен на улице Бухаржи-Рау, дом 72, дробь 3. Выпуск продолжит новости спорта. Спонсор показа «Галакси Групп» – производитель продукции торговых марок «Алюгал», «Галвин», «Херкюль». Компания «Галакси Групп» вот уже 18 лет является основоположником сектора производства пластиковых и алюминиевых профилей для окон и дверей в Республике Казахстан. И мы представляем вашему вниманию эксклюзивную продукцию казахстанской фирмы «Алюгал». «Алюгал» производит алюминиевые профили широкого ассортимента и высокого качества. Любой сложности и на заказ. Балконы, двери, окна, офисные перегородки и входные группы. Алюминиевые профили «Алюгал» – это современно, долговечно и престижно. Мы можем подобрать любой цвет. Легка в сборке и проста в эксплуатации. Ведь продукция фирмы «Алюгал» адаптирована на наш климат. Алюминиевые системы – это «Алюгал». В региональном чемпионате команда СРРК стала победительной. Из 32 команд 16 самых сильных прошли в игру за кубок. Сам кубок кочует вместе с командами по региону, что прекрасно стимулирует хоккеистов к победе. В аэропорту хоккеистов встретила толпа болельщиков. Слово, они поддерживали их криком победы не только в Араганде, но и в Нефтекамске. Спасибо огромное болельщикам за то, что приехали нас поддержать. Действительно, от души. Молодцы они. Им отдельное огромное спасибо. Они, мне кажется, больше носу стали. Я не знаю, я бы не решился, но только проехать 30 часов и подключать за любимую команду. Даже маленькие неприятности в матче не смогли помешать команде, вернуться довольны результатами. Впереди еще пара игр, которые решат, кому же достанется кубок. Были некоторые сложности. Немножко лед, не очень хорошего качества, потому что было жарко на улице. Ну и всегда сложно играть на выезде. Большую часть группы поддержки стояла команда хоккеистов в юношеской сборной Караганды по хоккею. Желание проявили. Школа помогла, выделила автобус. Довезли нас до аэропорта и мы начали встречать. Осталось еще немного времени и мы узнаем, кому же достанется вожделенный кубок. Амин Смакова, Сергей Высокосов, Марат Култенов, Первый Карагандинский. На этом у меня все. Напоминаю телефон новостной службы 1-го Карагандинского, 42-06-49. Звоните, делитесь интересной информацией. Итоги недели подведет мой коллега Анвар Шаликена. Смотрите завтра, 20.30, аналитическую программу Орталык. Приятных выходных. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok